всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной и приятного вам просмотра что-то стало доброй традиции начинать хобби влог в ночи ну я вот тут пекла имбирное печенье завтра будет точнее уже наверное сегодня вторая партия я попила чай немножко вот и сейчас пойду спать уже скоро но решила еще перекусить то что печеньки я просто попробовала на все-таки это дело калорийное вот ну иногда можно и на ночь перекусить а пока что жду когда там котлета сварится но я же не ем ничего жареного поэтому кинула рис варе гречку свариться и туда же кинула куриную котлетку вот и буду доделывать языка в этом вот раскраски заколдованный лес я по-моему начинала дервентами но закончу вот брауберг и потом буду делать фон сейчас буду раскрашивать в марии тролли в час заката я конечно планировала здесь по раскрашивать по порядку вот и по плану был вот этот вот разворот но сейчас сами понимаете конец месяца вся эта пред новогодняя суета поэтому время нет и вот это я тоже пропущу то что лучше я потом не спеша по раскрашиваю чем спешите делать на отвали этот разворот у меня сделан я вот так вот сегодня листала листала выбирала так в общем это вообще здесь не нужно потому что тут закладка сейчас покажу что я выбрала короче я очень очень в конец забралась а именно сюда но с другой стороны этой иллюстрации у меня раскрашена здесь вон пайетки добавлены будет ой как интересно гелевая ручка сюда отпечаталась вот так раскрашу вот это по фон здесь уже сделан иллюстрация простенькая вот возьму карандаши которые мне оксана подарила и раскрашу сейчас а в любом случае все иллюстрации тут в общем то хорошие поэтому все равно их раскрашивать нужно вот и приступлю конечно было бы прикольно по порядку красить но повторюсь лучше потом потому что в этот район как бы я и разворот могу за один вечер раскрасить но сейчас очень много дел да я смотрю и у других девочек тоже у кого что поэтому я решила пусть уж этот раз это иллюстрация будет ну вот эти карандаши здесь хорошо ложатся мне нравится ну вот в рите берман они не очень но в рите берман даже призмы не очень ну призмы как бы более менее но по факту они там все равно хуже чем везде то что везде они прям очень нравится как ложатся вот у рите берман видим может быть бумага под акварель я так предполагаю я акварелить очень люблю но почему-то именно вот и иллюстрации риты берман мне хочется раскрашивать карандашами а там бумага как-то вот не совсем под этот материал так ну и темные возможно несколько сделаю слоев но правда следующие слои я буду делать уже за кадром боюсь как бы пайетки не отлетели не охота мне будет повторных приклеивать но пока держится то что довольно давно я эту иллюстрацию красила так что в целом они хорошо держит но тут я постоянно вот за эту звездочку руками задеваю сейчас точнее рукой получается надеюсь не отлетит мне просто не нравится одну и ту же работу делать дважды не иногда вы знаете я переделываю что-то исправляю но это когда я сама решила на вот этот эффект то что ручка сюда перешла не неплохо отлично не потом еще второй слой сделаю наверное самым светлым карандашом а может быть даже и белым просто немножечко растяну свет и ластик мне теперь будет в помощь сейчас уже кстати говоря вечер и еще много чего надо сделать ладно это я оставлю буду сейчас это же цветы наверное да вопрос какими их сделать сейчас вот так вот в акварели особенно в детской мне нравится вот это сочетание вот этих цветов но как она будет с карандашами я без понятия так мне очень нравится я у кого-то подсмотрела это сочетание нену сочетается как я всегда говорю абсолютно все главное в меру то что в природе то сочетание вообще попадаются и всегда красивые вот тут как пойдет это знаете как я забыла что у меня но вот мало варенье я забыла что у меня есть коричневый пигмент потому что я помню только про те что привожу из питера у них нету но по крайней мере раньше не было коричневого пигмента ну или его очень быстро разбирали короче говоря я тут мне он потребовался я перед тем как нашла что он у меня вообще имеется я думаю как смешать то я уже просто забыла и там сказано красный желтый сначала смешивается чтобы получить оранжевый вот потом потом добавить синий по моему а я сразу думаю у меня есть оранжевый надо сразу и добавить слушайте об этом пожалела получился зеленый потому что видимо и оранжевый получает знаете разные же в этой красный и желтый тоже всякий мне нравится хорошее сочетание извините отвлеклась так что мне вообще кажется что наверное надо здесь еще добавить или же желтого добавить побольше вот так да наверное скорее будет правильнее желтого добавить так лучше так как петличка от меня направлена в другую сторону в чем я это видела хотела исправить и и благополучно забыла ну ладно надеюсь меня нормально слышно вообще я поняла что вот иногда найти снимаешь снимаешь кажется что очень очень удобно все устраивает так легко получается на потом в какой-то момент все это становится так в тягость то есть не в смысле снимать видео а тем или иным способом снимать я просто помню когда я раньше снимала допустим даже те же лайф и но я не озвучивала да и лайф влоги снимала ходила с микрофоном не это так напрягало и вот а потом я стала когда случайно попробовала была вынуждена озвучить одно запоротое видео я вынуждена была озвучить и я поняла чё действительно так удобно ходишь снимаешь в том озвучиваю и у меня даже одно время видео часто выходили потому что реально в новинку так удобно потом я стала понимать что вот прошло время где-то год меня это стало тяготить мне это уже неудобно а сейчас получилось что мой телефон новый он не хуже петличного микрофона то есть он сам по себе как бы нормальный звук дает конечно все равно есть отличия но как бы в целом и вот я сейчас второй что ли день уже в третий с таким удовольствием лайф влоги хожу снимаю а хобби влоги тоже мне когда-то так понравилось озвучивать раскрашивать на камеру а потом тоже вот сейчас я с удовольствием а вот так вот потом вернусь наверное то есть как-то вот хочется менять и для зрителя менять и для себя менять получается чтоб тоже знаете и что-то в новинку было и хорошо забытое старое вспомнить так что-то я увлеклась и желтым это уже не хорошо вот получается по сути какой-то оранжевый но с другой стороны имеет опять же место быть не обязательно же что они все одинаковые теперь получается вроде как и надо этот цветок докрасить в таком же стиле мне совершенно не хочется такой потому что очень часто у меня везде оранжевые цветы и хочется чего-то вот новенького да не допустим пусть как будто мало ли свет так падаем правильно выбрала иллюстрацию мне нравится не знаю мне кажется что я цветочки никогда не устану раскрашивать мне очень нравится этот процесс цветочки и листочки вот все таки обещали потепление но у нас все равно пока еще прохладно не скажу что мороз но вот видимо может быть за счет влажности за счет ветра но очень холодно и мерзнут руки но правда это на прогулке с собакой я думаю так не будут нужно потому что я буду уже варежки использовать которые я на шеин заказывал здесь свои пушистые мне очень нравится хорошее сочетание ну что еще один цветочек сегодня конечно в кровати уже ничего красить не буду потому что потому что уже время не будет мне завтра рано вставать но я вообще стараюсь 6 вставать завтра мне в студию ехать поэтому как-то так а сегодня мне еще надо шоколадку сделать для ученицы шоколадку и вообще пирог один сделать ну и я сейчас доснимаю видео пойду ну шоколад в принципе только растопить ингредиенты и залить а надо еще арахис достать я хотела с арахисом ученица арахис любит и думаю ей будет приятно возможно возможно и себе сделаю на завтра мы с ней чай попьем после танцев или перед танцем это я здесь зеленый добавлю что я тройку не люблю мне больше нравится четверка поэтому наверное нужно еще один цветочек раскрасить тогда я буду спокойно я имею ввиду что на камеру потом кто знает может я сегодня и не закончу уже иллюстрацию очень даже может быть так вернулась к раскрашиванию у меня просто там стиральная машинка вот стирает я пошла посмотреть как сказать но она мне принципиально чтобы она стояла в ванне вот и у нас как бы но вы знаете кто смотрит видео знаете у меня мы раковину снимали у меня там столик и вот соответственно ванна небольшая поэтому принципиально чтобы она вот там стояла но такую машинку очень сложно найти прям под размер потому что у нас еще пол он сделан такое изначально делали защиты от на всякий случай протечек там такие бордюры сейчас еще и я новую плитку там положила мозаику ну короче там как каждый сантиметр на счету вот поэтому первая у нас была машинка канди итальянская а сейчас вот швейцарская она конечно она маленькая она экономичная на прям в прямом смысле слова там как копейки по электроэнергию но как любая вот эта легкая машинка маленькая она конечно прыгает ее бесполезно выравнивать или еще что то она причем мы как то тут с оксаны говорили она очень удивилась и сказала что ну как бы как положено вот да загружать там допустим от полутора до трех килограммов и там на каждой программе ведь всегда указано сколько по весу мы всегда на веса взвешиваем потому что ну как сказать если бы я допустим стирала бы то или иное белье на положенной программе ну да и то а я же всегда любительница коротких программ вот а короткие программы это как правило деликатное белье и пятая программа это вообще тюль и соответственно каждая допустим если стирать там свитер или еще что то то есть это свои уже мерки потому что там тюль она легкая она даже при намокании будет легкая до свитер который будет например так весит полтора килограмма он будет более трех весить в мокром виде но я уже поняла что что по машинка не прыгала нужно загружать на вот я на четвертый люблю стирать это 50 минут идеально загружать не полтора килограмма как написано а ну кило семьсот кило восемьсот и тогда вообще все как по маслу поэтому ну я вроде так и загрузила но пошла проверить чтобы она не прыгала так я надеюсь я здесь именно так раскрасила зеленым я тут узнала что кофейня которая в нашем районе бамбл кафе они еще открыли филиал на проспекте мира на самом деле прикольно молодцы я очень за них рада надеюсь ну давайте еще один цветок раскрашу я соскучилась по раскрашиванию реально я вообще как то вот сейчас вроде по количеству это все как всегда но вот красишь урывками и я настолько соскучилась вот что мне хочется сесть по раскрашивать и вроде бы как я сама себе хозяйка но все равно какие-то моменты которые надо делать которые тоже хочется делать и в общем да ну вот еще бы этой кофейне открыться где-нибудь в районе циска вообще было бы круто я ну хотя сейчас у меня все равно актуальнее в магазине пятерочка кофе потому что у меня там бесплатный кофе я пока не знаю буду продлевать подписку или не буду нет наверное продлю хочу посмотреть насколько это будет сейчас то прям вообще замечательно но ну кстати можно было бы на другой телефон зарегистрировать и опять по промо коду сейчас там по моему вообще я покупала подписку с 50 процентной скидкой а сейчас там 70 процентов в декабре акция проходит ну то есть это нужно я так понимаю новую карту купить у них но она стоит 10 рублей они баллами возвращены вот но пока не буду приберегу на потом нет мне все таки определенно кажется что я за точно я здесь ошиблась надо переделать где мой ластик вот точно я сказала что ластику тут будет работенке достаточно интересно сотру я вообще он обычно сотру перекроем ничего страшного ну теперь и зеленому карандашу будет работенка так мне сначала я даже и как-то не ассоциировала это с цветком а потом думаю что то не так так я знаете уже почему соскучилась это по раскрашиванию в парке ну да но сейчас не не по раскрашиваешь по идее можно прям брать уже здесь на камеру что ли заканчивать ну и тут я ручками наверное сделаю гелем да нет я буду уже за кадром заканчивать чё затягивать в лог я еще никак обложку пленку не наклею на некоторые раскраски не внесла в список не наклеила стикеры ну сейчас на самом деле у всех всякая запарка в конце года я вот даже хоть и вроде их хочу и собираюсь отмечать и все равно вот знаете вроде и в этом году я к этому празднику лояльно отношусь и зиму полюбила а все равно вот я так вот с некоторым раздражением думаю господи ну вот конец года действительно такое впечатление что 1 января новая жизнь начинается почему у нас такая запарка причем хоть ты на себя работаешь хоть ты на чужого дядю работаешь там хоть дома сидишь все равно у всех и у домохозяек у всех запарка это конечно удивительно а по факту все то же самое будет будет ну вот 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 я тоже накосячила но здесь я уже ничего не буду стирать прям сверху зеленый нормально ложится ну вот как то так получается в принципе вполне вполне неплохо но вот я здесь стала прям увлекаться желтым вот здесь то лучше где побольше розового но в целом интересненько хотя знаете я люблю иной раз чтобы картинки как-то по цвету сочетались ну совпадали ладно пусть здесь общем будет исключительно фон и общем еще вот блестки будут но правда я больше пайетки на не буду приклеивать потому что с обратной стороны раскрашивать не очень-то удобно но здесь насколько я понимаю сначала было это раскрашено наверное а потом уже вот это ладно это видео я буду завершать если оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео заходите в инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки благодарю вас за просмотр желаю здоровья настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи всем пока 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 пока